С 1 марта вступил в силу большой пакет изменений в правила дорожного движения. В них появился новый термин – средства индивидуальной мобильности. В эту категорию вошли электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи и другие подобные устройства. О том, что изменится на дорогах, расскажет Михаил Конышев. На улице наступила календарная весна, но на пешеходных дорогах еще лежит снег. Поэтому самое время готовить свои электросамокаты к новому летнему сезону и повторять правила дорожного движения. Или учить правила и нововведения. Согласно изменениям на электросамокатах, разрешено ездить по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам со скоростью не выше 25 км в час. Максимальная масса транспортного средства не должна превышать 35 кг. Мы, как сервис Тикшеринга, конечно, приветствуем эти нововведения. И что очень важно, что для наших пользователей по факту ничего не изменится. То есть те правила, которые раньше действовали в отношении шерингов, теперь стали обязательными для всех. И это очень хорошо, это очень положительно. Количество электросамокатов и прочих мобильных средств в передвижении с каждым годом растет. И до недавнего времени эти устройства находились в так называемой серой зоне. Они приравнивались либо к пешеходам, либо к мопедам. Из-за путаницы на дороге иногда возникали конфликты. В итоге сейчас электросамокаты однозначно отнесли к транспорту. И во время передвижения на нем человек не является пешеходом. В прошлом году по статистике ГИБДД порядка 70% всех ДТП приходилось на долю именно частных самокатов. Это очень большая доля. И очевидно, что это было связано с тем, что в отношении частных электросамокатов не действовали правила дорожного движения. Людям старше 14 лет можно передвигаться на электросамокате по правому краю дорог, если максимальная разрешенная скорость передвижения по этим магистралям не превышает 60 км в час. У самоката должны быть тормоза, фары белого и красного цвета. Подъехав к проезжей части, самокатчики должны сойти с электроустройства и перейти в проезжую часть по зебре вместе с другими участниками дорожного движения. Кстати, это правило распространяется и на велосипедистов. На электросамокатах нельзя ездить вдвоем и тем более втроем. По новым правилам перевозка пассажиров также запрещена. Михаил Кунышев, Александр Миняйло. Новости ОТС.